МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как на все найти время, и как это время не потерять? Современные условия диктуют нам довольно жесткий ритм жизни. А как в этом мире живет женщина? Со своими мечтами, со своими желаниями, с семьей, с мужем, с детьми? Хватает ли у нее сил, времени на себя? Какие тайны хранит женщина, и готова ли она их открыть? Счастлива ли она? И какова эта формула счастья? Мало кто из нас задумывается, что для каждого и для каждой женщины существует своя формула счастья? А в чем она заключается? Я попробую об этом узнать, пообщавшись с героинями нашего проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают все. Они находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Что может быть приятнее, чем после трудового дня зайти в спа-зону собственного института красоты и расслабиться? Но всегда ли получается расслабиться при такой напряженной работе? Является работа удовольствием. Сегодня я поговорю с хозяйкой института красоты, и Виоланш о том, какое же удовольствие ей приносит работа. Дано. Александра Лопатина. Прибавим личностный рост, успех, увлечение, семью, работу. А вот как эти слагаемые сочетаются и меняется ли смысл от перемены их мест? Еще один вопрос, который меня интересует. Хватает ли сегодня у работающей мамы времени на то, чтобы проводить его и с семьей, и, собственно, на любимой работе? Об этом я тоже поговорю с нашей гостьей. Ну что, пора встречаться? Ну, индустрия красоты, наверное, интересна каждой девушке, которая следит за своей внешностью, потому что всегда находишься в курсе всех новинок, вот, разбираешься во всех новинках, что самое главное. Ну и потом эта отрасль сейчас очень быстро развивается, и, в общем-то, в ней интересно находиться. Ну, конкуренция, конечно, очень большая. Скажем, у нас в городе это огромное количество салонов, но самое главное, я считаю, это некая индивидуальность, чем-то выделяться, потому что второго такого похожего салона на вианш, его все равно у нас в городе нет. Вот, и для меня, как бы, некий такой девиз, что самое главное – это личный успех. Как бы не надо делать хуже конкурентам, что-то там строить, какие-то козни. То есть главное – развиваться самой и выделяться. Вот это будет показатель, да. Итак, глядя на эту женщину, первое слово, которое приходит на ум – успех. От нее просто веет успешностью. И это не только вид, это установка. Успех в бизнесе для Александры не пустой звук, ведь институт красоты «Виоланж», который она активно развивает, не первый реализованный ей проект. Когда-то, кажется, совсем недавно красавица и спортсменка Саша стала основателем собственного фитнес-центра «Шейп». Постепенно общаясь с клиентами, она поняла, что нужно и ей. Скорее всего, это все шло по нарастающей, потому что, когда работаешь в спорте, в фитнесе именно, то в основном твои клиенты – это женщины, как у нас сама концепция была женского фитнес-клуба. Приходит очень много женщин, которые, придя к тебе, хотят получить что-то еще дополнительное. Сначала захотели, открыли ногти, затем в салон брикмахерской добавилось, потом в косметологии, и постепенно мы дошли до медицинской косметологии и, в общем-то, остановились уже, действительно, уже на концепции такого центра красоты. Наш официальный девиз – это искусство пробуждать красоту, делать людей красивыми, нести красоту в массы, потому что, когда клиенты уходят от нас и говорят спасибо, спасибо вам, девочки, за красоту, которую вы несете. Женщины уходят счастливые, и для нас это самое главное. Выжить и выделиться в стремительно развивающейся индустрии красоты – задача непростая. Ответственным за успех становится именно руководитель. Так женщина-руководитель – какая она? Быть руководителем, наверное, заблуждение многих, что это создать организацию и, в общем-то, все пойдет само собой. Конечно же, это не так. Для руководителей, в первую очередь, что главное – это знание, потому что в нашей индустрии, в индустрии красоты, сейчас все развивается очень быстрыми темпами, и я стараюсь посещать все семинары, все конвенции, чтобы самой разбираться, соответственно, во всех тонкостях нашей работы. То есть, первое, получается, это все-таки знание руководителя, второе – это контроль. Все-таки руководитель – это как хозяйка в доме. Ты должен знать все, что происходит у тебя в центре. И третий, наверное, важный пункт, который бы я отметила – это поддержание хорошей атмосферы в коллективе, потому что это тоже очень важно, когда все сотрудники идут на работу с радостью, с хорошим настроением, поэтому и все это, конечно же, все это в комплексе, это все неотъемлемая часть работы руководителя. Как все успеть? На этот типичный для женщин всех времен вопрос у хозяйки и женщины Александры Лопатиной свой ответ. Посещать семинары, делать закупки, мотивировать коллектив. А как же после этого всего найти время на себя? Уроки бизнеса распространяются и на личную жизнь. Александра делится своими секретами. Первое – это, конечно же, самоорганизованность, или, как в бизнесе говорят, тайм-менеджмент. То есть, главное – это спланировать свой рабочий день, когда ты видишь список дел, когда у тебя есть такая четкая визуализация. В общем-то, вероятность успеть 90% из того, что ты наметила. То есть, я с вечера делаю уже планирование того, что я должна сделать, и, соответственно, вот так вот поэтапно я делаю те дела, которые запланировала. И нахожу, конечно же, время еще и на семью, кроме работы. Стимул – это, наверное, такие маленькие победы, достижения каких-то поставленных задач, потому что я сама человек, такой очень самомотивируемый, и ставлю перед собой определенные цели, поэтапно тоже их достигаю, и вот достижение каждой вот этой небольшой цели для меня – это победа, и это путь к большой намеченной цели. Ну и куда же без самого главного – семейного счастья. Александра – счастливая мама очаровательной девочки Ксении. Видно, что дочку она обожает и всегда старается найти время, чтобы провести его с пользой и удовольствием. Женщина, в общем-то, как это и раньше было сформировано, такое мнение – хранительница очага, создающая уют в доме, поэтому для меня дом – это прежде всего чистота, порядок, ну и также, конечно же, готовый ужин на плите, чтобы всегда было что-то вкусно покушать, и, соответственно, дочку я свою тоже приучаю к готовке, к кулинарии. В выходные мы много времени проводим, готовя какие-то новые блюда. Стараюсь быть в дружеских отношениях, доверительных, потому что для меня очень важно, чтобы мой ребенок мне доверял. Но без строгости тоже не обходится, то есть проводим воспитательные меры, но всегда, в общем-то, это все с рассуждениями, с обсуждениями проводят, так, чтобы ребенок, в общем-то, понял свои ошибки и, в общем-то, потом мне так же доверял, как и раньше. Самые приятные слова – это от моей маленькой дочки, потому что дети, они наиболее искренне в своих высказываниях, когда она обнимает меня и говорит, мамочка, ты у меня самое лучшее. И вот это, наверное, для меня самое приятное, что можно услышать. Быть мамой – это не только растить своего ребенка, это и участие в жизни других мам. Уже долгое время Александра является членом жюри конкурса «Мама года». Что это для нее? Просто дань моде или еще один способ реализации своей целеустремленности? Меня часто приглашают в жюри проекты «Мама года», которые проводятся у нас в городе Щелково. И, во-первых, мне это интересно, меня это даже заряжает тоже энергией, потому что, как правило, участницы – это многодетные мамочки. Очень приятно и интересно смотреть женщины, которые воспитывают троих, четверых, и даже бывает и более детей, насколько они позитивные, насколько они артистичные, сколько в них талантов и сколько в них потенциала, что все это они тоже воплощают в жизнь. И, конечно же, мы оказываем некоторую спонсорскую помощь, дарим подарочные сертификаты всем участницам, приглашая их в наш салон красоты. Я думаю, для них это тоже очень приятно. Вот мы и добрались к первой заветной формуле счастья от нашей героини. Так что же такое счастье для этой успешной и красивой женщины? Да, в общем и целом, я считаю, что формула женского счастья, она постоянная. Это счастье личное, это, в общем-то, некий для меня успех в работе. И, ну, соответственно, ребенок тоже в личное счастье входит. И все-таки некоторое такое свободное время для своих увлечений, которые мне тоже нужны. Надо отметить, что спорт из жизни нашей героини, как выясняем, собственно, из ее ленты Инстаграм, не ушел. Она активно занимается различными видами спорта, а также завсегдатой турпоходов. Саша ведет свои социальные сети и щедро делится и местами отдыха. Возможно, да и, скорее всего, ей зачастую непросто соответствовать как собственным планкам, так и уже достигнутым успехам. Но ей нужно быть сильной. При этом, наверное, где-то порой удается быть хрупкой и даже немного слабой. Но только не в сфере красоты, где Александра Лопатина всегда старается держать марку и лицо. И это у нее великолепно получается. Именно здесь я запишу главные слагаемые успеха моих героинь. И постараюсь вывести из этого свою формулу счастья. Какой будет основной ингредиент? Пока не знаю, но обязательно расскажу. Субтитры подогнал «Симон»!